из города в горы истории роза спрингс добрый день дорогие друзья вы на подкасте из города в горы истории роза спрингс и у нас сегодня необычный эксперт обычно мы разговариваем с теми кто отвечает за здоровье за отдых который нужно спланировать так чтобы было и полезно и увлекательно а сегодня кстати наверное да про увлекательность сегодня у нас арт-менеджер отеля роза спрингс умного полина юрьевна полина здравствуйте добрый день вот мы сейчас до записи выяснили такой момент что вы оказывается очень давно в отеле роза спрингс да все верно в отеле я работаю как оказывается уже восемь лет целых для меня это даже было неожиданно когда мне прислали поздравления от всего отеля команде самого начала поэтому знаю все обо всем отлично тогда мы сейчас немножко наших слушателей погрузим вот функционал арт-менеджера за что он отвечает что входит в его обязанности и вообще так как главный по тарелочкам по каким расскажите полина задач арт-менеджер входит много как я всегда говорю и команда анимации делает все я когда провожу собеседование с ребятами и они говорят а что делает аниматор аниматор в отеле у нас делает все что собственно мы делаем и что входит в мои обязанности в моей обязанности входит так скажем организация и координирование всей команды анимации да то есть мы организовываем анимацию анимация у нас рассчитана не только для детей как это часто работает в других отелях но и на взрослых то есть мы разрабатываем мероприятия полностью для детей от 0 до 18 и для взрослых наших гостей также к нам в отель часто приезжают различные группы которые запрашивают дополнительную программу то есть это может быть и тимбилдинг это может быть и банкет это может быть и свадьба это может быть день рождения ребенка девичник гендер-пати это может быть просто какие-то различные арт-практики мастер-классы для гостей до отеля собственно все это я тоже организую что такое вот анимационные мероприятия как они выглядят и может быть какие-то различные виды подсветить что касается анимация анимация как я всегда говорю это сердце отеля потому что мы за любовь мы за радость мы за страсть мы за улыбки гостей перед тем как мы начали записывать подкаст мой руководитель попросила меня рассказать о детской анимации я подумала почему только о детской взрослых мы тоже развлекаем и пришла к такому выводу что на самом деле к нам приезжают все дети только эти дети некоторые уже выросли и они стали взрослыми а некоторые детки еще маленькие супер отлично я кстати заметила такой момент что с разными экспертами мы писали выпуски и вот практически каждый ну может быть другими словами говорит что а вот вот мы как раз сердце а вот мы как раз там мозг или еще что то 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 есть это же классно да когда каждый вот эксперт каждый отдел он воспринимает свою деятельность и свою работу как вот что-то важное вот в этом механизме организме да абсолютно сами согласны так значит дети у нас бывают разные дети бывают от 10 и и там 60 плюс я так понимаю какие программы какие программы но давайте расскажу прямо сначала с детских программ детских программ у нас множество у нас в отеле есть своя детская комната она работает с 8 утра до 8 вечера с двумя перерывами на обед и на ужин соответственно все остальное время в детской комнате идет программа от воспитателя это может быть и лего это и пластилинография это различные творческие мастер-классы это оригами это настольные игры там и манженариума бисероплетение детки вяжут я помню как-то раз нам в гости оставила свою дочку и когда она ее забирала она я смотрю она стоит в дверях у нее так глаза сильно расширились я игру все хорошо она смотрит на свою дочь и говорит да вы знаете я хотела два года научить ее вязать а девочка что-то связала в течение дня ее научили аниматору вязать я начала вязать она была в таком восторге то есть в детской комнате проходит различные вообще множество множество различных мастер-классов между прочим это очень ценный навык очень когда действительно дети в наш мир гаджетов да они хотят что-то делать руками это действительно дорогого стоит родители должны заценить это правда родители любят такие мастер-классные у конечно тоже увлечены это касса что касается детской комнаты также у нас есть анимация вне детской комнаты которая проходит либо внутри отеля у нас есть несколько площадок либо рядом с отелем на улице здесь тоже так скажем мы захватываем большой спектр мероприятий начинается обычно это все с зарядки с активной потом в течение дня у нас на улице проходят различные подвижные игры здесь мы можем рисовать мелками здесь мы запускаем воздушных змеев наверх у нас различные такие спортивные игры это и вышибалы и догонялки и эстафеты также на улице мы проводим вечером квизы викторины и квесты здесь обычно участвуют не только дети а уже и семьи полностью подключаются в течение дня когда у нас солнечно да сейчас лето детки возвращаются в отель и в обычно в обеденное время у нас такой творческий мастер-класс большой здесь что можем делать мы устраиваем либо мафию да у нас подростки очень любят либо какие-то такие творческие мастер-классы тоже руками но которые проводятся не в детской так скажем для детей постарше например недавно мы делали ловцов снов но там у нас пришли подростки и к ним потом присоединились и их папы и мамы собственно здорово обычно день так скажем веселая программа для детей и в принципе день работы анимации он заканчивается каким-то ярким шоу это либо детская дискотека либо это пенная вечеринка либо это химическое шоу бумажное шоу шоу мыльных пузырей и другие возможные варианты из города в горы а вот существует ли какой-то анонс или программа мероприятия за сколько вот она формируется и как они могут узнать гости или потенциальные гости да программу анимации мы составляем на две недели и за две недели то есть в принципе и также я составляю программу на полгода вперед и на два месяца вперед то есть в принципе программа на полгода вперед уже написано скажи как скажи как это происходит то есть ты открываешь календарь какой праздник но обычно я сажусь где-то в уединенном месте скорее всего это в горах потому что наш отель я очень люблю и люблю виды до с окна начинаю думать чтобы мы хотели провести вообще для и для взрослых и для детей я накидываю какой-то такой общий перечень мероприятий это касается не только праздник потому что мы уже анимация мы можем продумывать праздники сами какие захотим это точно нас каждый день праздник то есть мы какой хотим праздник в этот день такой можем организовать сейчас все творческие натуры тебе просто позавидовали потому что мало того что с видом на горы еще в уединенном месте творческий поток я представляю как это формируется как творческая личность мне это очень легко так вот потом примерно такой общий перечень я скидываю в команду анимации и абсолютно каждый аниматор в команде он добавляет что-то свое то есть каждый аниматор вносит вклад мы можем сделать на вот этом мероприятии то-то можем пригласить того-то а можем сами вот это провести вот здесь нам нужна помощь здесь мы начинаем думать какие службы отеля мы можем привлечь на наши мероприятия то есть анимация это не только мы здесь участвуют и другие службы например служба питания нам очень помогает шеф-повар устраивает различные кулинарные мастер-классы как для взрослых так и для детей вот также они на наше мероприятие выставляют свою кухню часто мы деткам что-то дарим вот например на дне защиты детей мы для всех делали бесплатное мороженое и попкорн класс все были счастливы даже взрослые да да вообще бы я бы очень хотела рассказать про последние наши мероприятия проведенные в отеле так есть чем похвастаться конечно надо это делать одно из моих любимых мероприятий вообще это новый год но еще одно это день защиты детей и в этом году день защиты детей мы провели формате показать как и дети могут защищаться да и пригласили настоящих пожарных к нам в отель приехала пожарная машина со всей бригадой класс класс они показали так скажем такую провели экскурсию по пожарной машине на них накинулись не только дети но и взрослые взрослые были в таком восторге потому что они открыли все клапаны можно было прямо взять шланг шланг да и поливать разными напорами они провели такую экскурсию где что как их вызывают куда они едут детки могли потрогать все что находится в пожарной машине пофотографироваться с ними вот в общем все были восторге и к нам еще приехали с адлера ребята каратисты 20 человек там были маленькие детки и взрослые они тоже такой устраивали флешмоб и показывали как можно себя защитить да представляешь полина если вы зародили вот в этом празднике какого-нибудь будущего каратиста или пожарного это же так мило из города в горы как сказать такое наблюдение чтобы вот поделились все-таки в 8 лет на этой должности отличаются ли дети скажем так 6 7 8 лет назад и сегодня какие у них запросы потребности ой на самом деле да на новый год мы выставляем в отеле у нас есть почта деда мороза и письма которые например требуют только нашего ресурса гость что-то просит подарить то что есть в отеле мы их исполняем как настоящий деда мороз вот и детки пишут тоже туда свои письма но туда пишут письма не только дети но и взрослые так что хочется сказать вот пять лет назад когда эту почту поставили вот впервые даже вот 5-7 лет назад было очень много писем о детей которые хотели в основном iphone которые хотели там ноутбук часы какого-то робота либо еще что-то и что интересно именно в этом году когда мы поставили почту письма были формата я бы хотела поехать с мамой отдыхать а я бы да дорогой дедушка мороз а я бы хотела там ну вот какую-то маленькую куку а я бы хотел посетить такой-то мастер-класс либо сходить в цирк в театр аквапарк и так далее то есть дети реально начали чего-то хотеть и как будто их мир стал больше шире то есть они увидели все вокруг не только какой-то маленький телефон либо ноутбук а все что они могут почувствовать и куда-то съездить ну вот это кстати дает какую-то надежду что не все потеряно в цифровом мире не все потеряно я точно уверена ну супер тогда по поводу крупных сезонных событий вот какие они может быть есть постоянные либо какие планируются в ближайшем будущем возможно кто-то из слушателей планирует отпуск там конец лета или осень на что стоит обратить внимание крупные мероприятия у нас есть одним из важных мероприятий которые вот уже прошли это было 9 мая это такой очень важный праздник да для всего нашего народа и в отеле мы его празднуем мы организовываем уже какой год и это наша традиция мы организовываем полк бессмертный прямо вокруг отеля то есть мы заранее от гостей запрашиваем фото их родственников печатаем ламинируем выдаем и делаем такое большое-большое мероприятие где каждый может почтить память своих родственников это потрясающая идея потому что действительно вот ну вот человек в отпуске находится да в этот момент а ему очень важно это семейные традиции это семейные ценности и за что я конечно люблю тоже роза спрингс потому что в философии отеля как раз в концепции да все это есть все это важно это фундаментальные базовые такие ценности семейные ценности памяти память предков это все здорово вы большие молодцы это правда спасибо большое также одним из важных мероприятий которые каждый год мы празднуем это международное мероприятие global wellness day например в этом году он проходил в тематике в гармонии с природой что собственно мы здесь делали то есть нам само мероприятие задает определенную тему а здесь наша задача организовать такие мероприятия которые будут интересны гостям но в определенной тематике ну хочется рассказать что собственно мы провели на этом мероприятии у нас были различные медитативные практики такие как горный воздух также из интересного у нас была лесотерапия мудрый лес это такая горная пешая прогулка с различными природными практиками то есть мы всей толпой с гостями пошли в лес и учились слышать не только себя но и дуновение ветра как колышется каждый листочек мы учились ощущать землю под ногами смотреть вдаль видите миллион зеленых и голубых оттенков вдалеке в общем было достаточно интересно практику проводил наш мастер екатерина которая проводит у нас на постоянной основе различные экологические практики да это вообще просто супер потому что сейчас все за это ратуют все блогеры не знаю все кругом чтобы вот это воссоединение разума души тела чтобы это было когда на природе это сам бог велел просто в этом месте делать да и после этой практики у гостей было задание чтобы они в лесу нашли что-то такое что им понравилось и сохранили и после этого гости вернулись в отель и мы провели такой творческий мастер-класс он назывался природный оберег то есть мы создали личные обереги кто-то для дома кто-то лично для себя из природных лесных материалов вы шикарные просто я просто не устаю восхищаться у нас сегодня дорогие слушатели в студии человек виновник вообще всех этих ярких событий которые происходят в роза спрингс который стоит у основания вот этих мероприятий так дальше мы провели такой большой большой квест для всей семьи вокруг отеля и что самое важное завершили мы все посадкой цветов то есть мы так скажем воздали дань природе до посадили посадили цветы но не просто цветы перед отелем а мы посадили наше logo logo rs то есть гости самостоятельно надели перчатки взяли цветы и лопаты и высадили перед нашим отелем наш логотип и были при этом бесконечно счастливы более того что они были счастливы эмоционально вы понимаете тут такая связь с этим местом у них возникает потому что когда человек что-то привносит в природу в землю там животных да то есть он соединяется с этим местом просто не просто эмоционально и в памяти он соединяется на других уровнях да все верно все верно вот и всем гостям которые были на это мероприятие в течение дня мы дарили такие наклейки у них были бланки и они в конце вечера за то что они вот столько много посетили они молодцы и такой большой вклад привнесли в защиту природы и много чего узнали мы давали им лотерейные билеты и в конце вечера в ресторане они много чего выиграли то есть главным призом было проживание в отеле ну и много-много разных сертификатов от центра здоровья от службы питания и так далее из города в горы да я теперь понимаю когда знаете когда у меня дикие там восторги восторженные отзывы говорили лыжники это одна история но когда я слышать начинала и такие же восторженные отзывы и от семей которые там отдыхают я понимаю потому что на это работает целая бригада профессионалов да вот из интересных мероприятий которые нас ждут ближайшее время осенью мы планируем организовать такой мини кемп так скажем фестиваль или даже ну такие вот скажем как выходные где гости смогут приехать к нам в отель и мы для них организуем мини ретрит с различными практиками что здесь будет здесь будут практики рассчитанные на такое эмоциональное и духовное уравновешивание я бы так назвал то здесь будет и медитации здесь будут походы в горы возможно различные тренировки да от нашего фитнес-центра вот так же будут различные от практики пока точно не хочется рассказывать все что будет но я уверена что будет интересно и подготовимся на все сто процентов еще такой момент сегодня конечно уже скажем так непозволительная роскошь когда люди планируют отдых но не планируют какие-то образовательные мероприятия либо духовного плана и хочется так вскользь затронуть какие-то может быть лекции мастер-классы вот именно в этом направлении это самая моя любимая на самом деле тоже тема так это для взрослых детей полина прямо сейчас просто расплылась в улыбке я прям поняла можно было считать что это самая любимая тема взрослые дети для взрослых детей у нас в отеле предусмотрено много всего и не меньше чем для маленьких почему вообще вот я сама мама и у меня есть двое деток и концепция анимации в принципе для отеля строится таким образом вот как бы я хотела приехать и что-то совместно с детьми провести да где-то детей отдать чтобы ими занимались а где-то что-то посетить самостоятельно и чтобы мне как женщине было интересно либо как мужчине либо вообще как любому другому гостю поэтому на данный момент так скажем на наш отель работают порядка 200 300 различных мастеров и спикеров которые на ежедневной основе проводят различные тренинги и мастер-классы для гостей отеля это люди которые проводят так скажем мастер-классы мастер-классы у нас для гостей отеля проходит утром и вечером да и в течение дня еще фитнес-центра работает с гостями то есть что здесь у нас проводят спикеры это различные медитации да это женские круги это может быть астрология это может быть нейрографика каллиграфия аюрведа различные мастер-класс это различные арт-практики и вообще там психологи расстановщики их настолько много что вот иdingом так даже сразу если честно и растерялась про чтобы такого рассказать а вот на sociale мастер-классе мастер-класс по аюрведе это про что мастер-класс по аюрведе то есть здесь нет такого прям мастер-класса по аюрведе мы берем аюрведу как тему то есть обычно спикер к нам приезжает на несколько дней в течение нескольких дней погружает гостя в свою так скажем философию Что касается аюрведы, то здесь мастер проводит такие практики, как мармомассаж, это такой инструмент самоисцеления, то есть это мастер-класс по индийскому точечному массажу. Также можно определить свою аюрведическую конституцию, то есть мы узнаем свою прокрити или аюрведическую конституцию, как в переводе, и получим базовые рекомендации по её гармонизации. По питанию. Да, то есть тут у нас есть и про наяма, и про дыхание, и про питание, и про бады, и про различные специи, которые утеряны с годами, и сейчас уже ими так часто не пользуются, но наши спикеры рассказывают гостям, как, что, откуда брать и быть при этом здоровыми не только физически, но и духовно. Супер, ну вообще классная тема. Ещё вот, наверное, то, что может быть не очень понятно широкому слушателю, это квантовые сессии и медитативные практики. Ну, медитативные практики, понятно, там медитация. Что такое квантовые сессии? Да, квантовая сессия, и так её называют ещё как квантовая проработка. То есть ключевой аспект здесь состоит в том, что наши родители влияют на наши жизненные успехи. Например, мама отвечает за воплощение желания, а папа именно за масштаб. То есть эти две фигуры должны быть в балансе. Тогда, в принципе, желаемого легко достичь, и планы наши легко могут реализоваться. Вот. Если, например, наш гость приходит к мастеру с каким-то запросом повысить свой финансовый потолок, вот, то обычно он понимает, что нужно смотреть на отношения клиента с родителями в целом и проводит такие различные практики, финансовые практики. Иногда это даже бывает такой мини-гипноз, да, с гостями. Вот. После которого гость пробуждается и сразу всё понимает. Ну, мы тут должны сказать слушателям, что всё это проводится сертифицированными экспертами. Безусловно. Все наши мастера — это сертифицированные специалисты, у которых есть дипломы, много дипломов обычно, дипломы международного образца, да. То есть они работают, у них часто есть даже свои клиники какие-то. Обычно это тоже Москва-Питер, вот. Либо много тоже из-за границы приезжают к нам. Ну что ж, Полина, я прямо вот наполненная выхожу из нашего выпуска, из нашей записи эпизода. Я надеюсь, что слушатели тоже для себя открыли очень много полезного. Я напомню, что у нас сегодня в студии арт-менеджер отеля «Роза Спрингс» Умнова Полина Юрьевна. И также напоминаю всем слушателям, что все актуальные ссылки будут в описании каждого выпуска. Вы можете перейти на любую из соцсетей, которая вам ближе, или также всю информацию на нашем сайте можете посмотреть. Мы ждём вас в отеле «Роза Спрингс». Желаем вам всем здоровья и правильных выборов. Я желаю всем гостям, которые хотят к нам приехать, выбирать именно нас и помнить, что у нас будет весело, увлекательно, задорно, здорово. Так что мы пошлём. Да, это вам, за эти слова отвечает, между прочим, арт-менеджер, который их произносит. Поэтому она знает, что она говорит. Ну и, как мы выяснили, что это по любви и с «Роза Спрингс» остаются на очень-очень долго. Поэтому до встречи в «Роза Спрингс» и до встречи на наших следующих эпизодах. Пока-пока! Из города в горы. Истории «Роза Спрингс». Роза Спрингс.